Щетку крылья, у меня какой-то неприятный осадок остался, типа Чернобыль, короче. Начинаются ночные приключения! Всем привет! Наступил пятый день нашей телестройки, и сегодня мы отправляемся в очередное путешествие. Девчули готовятся. Саша, не надо снимать, они умытые. А ты знаешь, что это ничего не изменило? Что умытые, что не умытые. Ну, в общем, ладно, собираемся и сейчас попрям. Смотрите, короче, куда мы приехали. Офигеете сейчас. Это озеро с розовыми фламинго. Далековато, не видно, конечно. Что, давайте мы же попробуем на коп. Саша, ну расскажи, почему фламинго розовое? Почему фламинго розовое? В Африке была засуха, люди голодали, умирали. Когда прилетели фламинго, в общем, все это увидели, и им стало жалко людей. Они начали отчипывать от себя кусочки мяса и кормить ими детей, чтобы они выжили. Соответственно, когда они отчипывали от себя кусочки мяса, у них текла кровь по телу. И с тех пор они приобрели розовый оттенок. Но это древняя легенда, на самом деле это не правда. А правда здесь в том, что они питаются водорослями и морскими гадами, в которых содержится много очень каратанаида, да? Не знаю, ты читала. Ну, в общем, что-то такого вещества, поэтому они имеют розовый оттенок. Люди их подкармливают морковкой для того, чтобы они не теряли свой розовый оттенок. А если их посадить в зоопарк и кормить пшеном или хлебом, то они быстренько станут серыми. Что, кстати, вот тут они очень много серые, белые, очень мало розовых фламинго. Мы с собой тоже принесли морковку, но они не хотят к нам приплывать. Мы подошли поближе, вдоль берега прошли, тут они прям поближе, не так уж близко, но поближе. Сейчас мы сфоткаем, потому что камеры нет зума. Попробуем на фотоаппарат сфотографировать. Это как-то страшновато, потому что не видно, а вдруг яма какая-то будет. У меня переохлаждение ног случилось. Какая вода ледяная, что прям аж это, как будто в лед ее засыпали. Мне кажется, мы ехали, они прям близко были, нет? В общем, не удалось Дашке подойти ближе. Мы приехали в Левкосио, это столица, и она разделяется на две части. Турецкая часть и греческая. Мы хотели поехать на турецкую часть, там, в старый город. Но нужно было проехать пропускной контроль, и у нас нет паспортов. Но у меня есть еще с нами девушка, у Дашки нет, у Псюхи нет паспортов тоже. И, в общем, мы решили припарковаться и тут еще погулять. Блин, короче, движение очень такое плотненькое. И вот еще косяк. У нас сегодня ночью с машины дворник украли. Не знаю, как мы будем машину сдавать. Может быть, придется дворник купить. Глядим, движуха вообще жесткая, и машины мне не поставить. Сейчас идем, может быть, найдем какие-нибудь достопримечательности здесь. Хотел пойти в музей мотоциклов, зайти, показать для подписчиков. Но там темноватый, 5 евро ход стоит. Думаю, ничего все равно видно не будет. Вот один на улице стоит, экземпляр выставлен. В общем, можно было бы зайти, но демной, я думаю, ничего видно не будет. Обламываться, время тратить. Ого. Какие уже за последнее время вот этих вот визов наслушались и криков со стороны девчонок. Когда они орут там от страха. Зашли на какую-то супер оживленную улицу. Тут движняк, движняк. По магазам, по магазам ринули. Смотрите, какая-то движуха. Как будто демонстрация. Продолжаем свое пешее путешествие. Что, до конца этой улицы, наверное, дойдем. Да, назад подвигаем. Ксюха купила мороженое за полтора евро. Ксения, как, как ваше впечатление о мороженое, расскажите. Обычно. Дяденька, кафешки. Смотрите, какую штуку встретил. Даш, это... Дэдпоул. Щетку украли. У меня какой-то неприятный осадок остался. Все равно вроде там, я думаю, если что, мы ее и купим. Но как-то все равно неприятно. За этой щетки. Ну и водители здесь такие вообще какие-то. Я не знаю. Я думаю, что здесь как-то вежливо. Это когда ехал в самолете, мне там рассказывал чувак, какие тут вежливые водители пропускают велосипедистов. Вот мы с красными номерами ездим. Если мы где-то останавливаемся, все начинают сразу сигналить. Если где-то ты там затупил, остановился, сразу все сигналят. Ну, пока как-то я прям... Народом здесь не очень-то так это доволен. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Вообще, чтобы понять человека до конца, здесь надо пожить. Но у нас слишком мало времени. Но впечатления на первое время не очень, что здесь люди такие как-то. Зашли с Дашкой выпить копейку. Дашка у меня роется в рюкзаке, как всегда. Вот этот Subway. Вот ценики на кофе. Полтора евро обычный и евро 60 мил. Мы взяли по милке. Кабучина я взяла. Ну да, Кабучина. Ну, тут, в принципе, самая такая недорогая цена. Здесь и по 4 евро кофе. Еще на печенечке. А, еще бесплатно печенье. Вот, принесли нам кофе. Точнее, мы сами его принесли. Давай, Даша, показывай, какой кофе. Молотый ты думаешь? Капучино, молотый. Он засыпал зерна туда. У Дашки болит горло и шея. Дашка у меня разваливается. Уже старый, надо жену менять. Сейчас прям. Я еще, ого-го. Пьем кофе и двигаемся дальше. Решили посетить алкогольный магазин. Что-то тут ценников нет. Цены... А, есть, наклеечки. Ого, осторожней, осторожней. Меня испугалось, что я с камерой. Вот, Сасла есть. Смотри, по 3 евро сигареты. Вест 3.80. Магазин такой здоровый, да? И как-то выбора немного. Лавка с Шерпотрепом. Это у нас, у Пролетария такие продают. Да, да, да. Марки, монеты. Как какие-нибудь открыточки прикольные, старенькие. Старые монеты. О, вот, кстати, эти мочалки из водоросля. Они какие-то маленькие. Идем по узким улочкам. Кругом одна сувенирочка. Ну, так. Все как везде. Здравствуйте. Они везде, видишь, вот такая вот продается бижутерия. В общем, везде все одно и то же, одним словом. Дашка какие-нибудь голубенькие сережки подыскивает. Вот они, мочалочки. Побольше, поменьше. Ого. 8,50. 8,50 угриков. 8,50. Это 6,50. Это 4,50. Это нет. Дашка купила все-таки сережку. Мария. Эла. Красивый год в селости. Да, покажем какие-то цены. Я купил до 2,5. Дашка купила за 37 евро. Скажи, какие цены. Паратира. Ну, три пары купила за 37 евро. Три пары за 37 евро, да? Да, вот эти, и еще кортики. Серебро, да? Серебро 9,25. Сертификат. 925. Пробую. Говорят, я сертификат. Покажи, Даш, мочалку какую купила. За 6 евро. 6 евро мочалка. Мочалка из водорослей. Пойдемте туда. Двигаемся дальше. Почти мы все купили. Что нам осталось, Даш? Вино, да? Тарелку. Вино. Тарелку. Даш, осторожней. Тарелку и вино. Ну, и все. Там, бля, мечети, слышь, это я пою песни там. Идем бродяжничаем по улицам. В поисках капитана Немо. О, граффити какой-то началось. Кто-то подзаморочился, разрисовал все. В общем, прогуливаясь, опять наткнулись на очередной пропускной пункт, на турецкую территорию. Вот, смотрите, люди стоят в очереди, чтобы пройти. Здесь нельзя. А, окей. Типа, нельзя снимать. Я так и думал, что мне так скажут. А я-то уже снял. Привет, короче, тут даже вот переграждены, короче, улицы. Вот, смотрите, дзоты стоят. Не дзоты, но, короче, бочками все тут заставлено. Это переход, типа, там уже все. Турецкая часть. Это, это прям какое-то нереальное, реально безумие. О, глядь, сколько мотик какой стоит, смотри. Офигеть. Трюм. Глядь, что там все стекла вообще выбиты. Впереди. А, вон еще чувак с автоматом. Ну, если че, скажи, я ж не знал, что там отсюда вылезет. Ага, вот он, короче, еще турецкая граница. Ага, окей. А снимать, короче, не разрешает. Он там, типа, не надо меня снимать. Но я, как всегда, все снимаю. Что не сделаешь ради подписчиков? Передаю привет своему самому активному подписчику. На ютюбе его ник будет, значит, будь человеком. А вконтакте это Евгений Исламов Женек. Тебе привет, спасибо за поддержку. В общем, мы сейчас приняли решение проснуться завтра, отогнать машину и поехать на автобусе сюда. Потому что все девчонки прямо пострадали, что мы не попали в турецкую часть. Завтра, в общем, поедем на автобусе и следовать дальше. Приехали мы в город Паралимни. Девушки мои так тут начали верещать. Мы хотим кушать, мы больше не можем, мы умираем. И, в общем, идем сейчас какую-то кафешку. Я вот так накатался, короче, за последнее время, что я уже хочу просто отдохнуть. Это не отдых, это путешествие. Это не одно и то же, в общем-то. Даша, ну почему ты не пошла? Расскажи в кафе с девчонками. Ну потому что там бургер и картошка одна. Они ехали, говорили, что мы не хотим бургер и картошку. В итоге придется им есть. В общем, мы выбрали не еду, а путешествие. Мы приехали в город Деринея. Мы доехали, уперлись. Там военные стоят, проезда нету. Хотели поближе посмотреть заброшенный город. Здесь есть. Не царапаем стекло. Петляем, петляем, пытаемся поближе приехать. Они не так уж прям охраняют зверски. Они-то понимают, что есть туристы русские особенно. Что могут пробраться. Но если поймают, то будет кобздец. Я вчера читала, что чувак попал. Сначала его судить хотели. Но в итоге отпустили со штрафом 600 евро. Минус седьмой айфон. И минус билеты, которые он покупал. Новый билет на обратную дорогу. По-моему, с позорной трубы где-то можно посмотреть на весь город. Это что? Да. Сами киприоты смотрят с позорной трубы на этот город. В общем, ребят, мы дошли до вот такого вот получается. Это типа блокпост. В общем, дальше получается пройти нельзя. Проехать точнее. Мы еще проехали по кругу, но особо это результатов не дало. Отсюда более-менее можно увидеть заброшенный город. Типа Чернобыль, короче. Там никто не живет в этом городе. Насколько я понимаю, имею паспорта. В саму Помогуста попасть можно. Как разделяется Помогуста с городом Вороши, я лично не поняла и не знаю. Но вообще я видела фотографии только через забор. Вот мы сейчас видим дома заброшенные. Там по идее есть вообще и отели, в которых можно отдыхать. Еще рабочие. Только с какой стороны. Либо они на этой стороне, либо на той. Я тоже не поняла. Не совсем. В общем, разобрались очень быстро все. Мы тут бегло, быстро. За шесть дней. Не успеваем ни отдохнуть, ни почитать. Ничего вообще. Вон местный житель идет. Давай спросим, проехать нельзя? Можно в принципе интересоваться, да? Или нет? Скажите, оттуда проезда нет? Встретили мы местного жителя. Он нам тут немножко все рассказал. В общем, вот этот город, как мы говорили, Помогуста. Этот город, ну там часть города, она не заселена. То есть, как Чернобыль. Брошенные там отели новые когда-то строились. И ее бросили, когда вот это началось. Здесь переворот. Вот эта часть города заброшена. Если чуть-чуть дальше пройти, то уже там уже начинают люди жить. Если еще дальше, то там уже полностью жилая часть города. И чтобы пройти туда, здесь граница. Значит, получается, первый блокпост это идет греческий. Потом англичане, посередине, где нейтральная полоса. И дальше идет уже турецкая граница. Ну, в общем, проезд туда, ну, я не знаю, невозможен. Ну, нельзя туда, в общем, проезжать. Будет штраф, если туда кто-нибудь попадется. Ну, мы тоже и рискнули, у нас лишних денег нет. Посмотрели, чуть-чуть сфоткали. Не знаю, фотки вложу. Так что вот такие вот дела. Мужичок живет здесь уже 13 лет. Сам приехал с Камчатки. Ну, говорит, вернулся бы с удовольствием в Россию. Говорит, что здесь делать, не знаю. В общем, не очень. Он, говорит, доволен, рассказывать ничего не стал. Ну, говорит, я бы уехал обратно. Только с документами мне, говорит, уже все. Не пустят уже меня в Россию. Ладно, едем далее. Айоу, всем привет! Начинаются ночные приключения! Мы вышли на улицу, чтобы исправить сложившую ситуацию. С тем, что у нас, короче, украли утро в дворне, лох. И мы решили, короче, исправить ситуацию. Ксюха сказала, поможет нам в этом вопросе. Не, Ксюх, не будешь помогать? Ты бросаешь друзей, подрежь, подрежь нам дворничелла, чтоб нам не платить завтра за дворник. Саша написал. Саша, вот, прикрепил тут! Александр, пилот, Саша Лукома. Продолжаем свое путешествие по набережной в Лимараку. В Ларнака Сол. Какой-то я бы запоминал название. Но я не могу. А как ты хочешь быть видеоблогером? Я не видеоблогер, я двоечник. В школе, когда учишься с двойки на тройку, тяжело что-либо запоминать. И сейчас мы направляемся в непонятном направлении, чтобы попить пивчелла подешевле. Чонки, куда мы идем? Мне кажется, они идут в Лимассоу. Лимассоу, Лимахоу. Ксюх, не надо строить глазки арабам. Это не катит здесь. Реально свистят. Это мне, да? Мне свистели только что арабы. Подойди, подойди к ним, скажите. Я не с вами, но выклебали реально. Хотите гулять, гуляйте нормально, я уже стала слушать. Саша. Чилибер-чимир-мя тебе надоело? Да, вообще твой бла-бла-бла. А можешь помолчать немного? Скажи на камеру, что я тебе надоел. Ты мне надоел. Я ей надоел, короче. Я сейчас, реально. Один негатив какой-то. Один негатив. Что за негатив? Ян, ну, ну, да. Вот и кредит, идите, балуйтесь двоим. Ваш ребенок балует. Я не брала себе поиску ребенка, чтобы вот так потерпеть себя. То есть тебе стыдно, да? Да мне стыдно, Саша, да. Извини, Ян. Да не в этом дело. Мы не подходим друг к другу. Предлагаю разделить. Короче, Яна, Яна против, Яна против знакомства с иностранцами. Да там не будет кафе, у меня же желания нет в кафе сидеть, ни в каком. Да ты серьезно воспринимаешь, что-то серьезно тебя сейчас... Да, я, нет. Да Яне просто стыдно. Мне это не нравится такое. Я, как бы, опасаюсь за... За свою жизнь. Нет, просто нахер, мне это надо, проблемы какие-то. Нет, ну, он не такой степени, что-то дурак. Ну, если мы зайдем куда-то в кафе, он не будет себя так везти. Ну, пока нет, это громко, он не будет себя везти. Да, будет еще хуже. Да, ну, мать, я его, это... Яна, в общем, боится продолжать наше путешествие, что на нас нападут арабы. ИГИЛ, ИГИЛ на нас нападет. Яси, что он на тысячи, всех троих, от банды, хоть ищать, хоть ищать, хоть ищать. Ты знаешь, что Дон Корлеон, это мой дядя. Я, как бы, я, я решаю. Мне вот он доел. Дон Корлеона, это мой вообще дядька двоюродный. И Аль Пачино. Сунин, пока не до шуток, понимаешь? Может быть, нам стоит разделиться, пишите в комментариях. Короче, идем с Дашкой в неизведанное место. Свечками пахнет, еб***, каким подземельем. Я думаю, что здесь свадьба. В общем, мы с Дашкой решили сегодня, не то, что мы с Дашкой, а наша компания сегодня решила разъединиться. А там тепло. Мы уже внутрь зайдем. А здесь вообще вот наставит этот кипятильник. Вот он, Даш. Hello. How are you? How are you? Все окей. Yeah, I'll be right. Kill. 2 евро. Да? Сбилисаки какой-то. О, ну так круто, теплее. Да. Что, по пивку, да? Да. Знаешь, что у нас? Да, на пивку. Надо нам поближе, чтобы прям тепло было. Да, чуть-чуть, потом громко, потом жарко. Жарко? Да, садись и подумай. Не-не, нам жарко не будет, мы замерзли. А вы русские? Нет, вы на кипринске подъехали. Ой, как вы хорошо говорите. Вот такой газовый колпак стоит. И он прям тут греет, как обогреватель. Ну, видите, с раньком. Немножко подмерзли, на море сидели. Пили пиво холодное, замерзли. Уже болеем. Зашли погреться. И на Ксюха звонит еще. И Ксюха нам теперь названивает, да, она потеряла. Так, как это называется, чтобы я его сказал? Зиванья. Зиванья. Пахнет хорошо. Пахнет. Пахнет. Пахнет, быстро. Виноградный бакал. Браво. А, еще. Саш, не снимай, что я думаю. Ход. Жарко. Зиванья. 45%. Это самогон. Чуть не раз кушал, давай еще. Это самогон, нет. Да, не хватит. Это 45%. Это водка, да. Это водка. Нет, это водка. Водка и рожали. Это гиприот. Зиванья на гиприот. Гиприот. Зиванья. Это хорошая. Говорят, хорошая. Это гиприотская водка? Да. Виноградная? Водка. Виноград. Нету водка. Это чаша. 45%. 45%. Ох, это еще прям бессоходский. Ох, это еще прям бессоходский водка. Откуда вы знаете русский язык? Девушки. Девушки научили? Вот жениха. Много девушек. Много девушек? Мне нравится русской девушке. Это мой сын. Конечно. Все хорошо. Хорошо. Вечер подходит к концу, и я уже тяжело разговариваю. Потому что на улице еще холодно. И я, короче, замерз. На сегодня, наверное, все. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Короче, всем пока. Ви слышите то, что слышу я? Субтитры сделал DimaTorzok